Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где мы публикуем на ежедневной основе большое количество аналитического контента. Также сегодня по традиции для понедельника пройдет традиционный для него вебинар-стрим, где мы обсудим самые нашумевшие, скажем, фундаментальные посылы и идеи прошлой недели. И в рамках текущей торговой сессии, в рамках сегодняшнего дня до начала эфира, до 16.00 по московскому времени, проведем традиционное голосование в нашей группе, где вам будет предложено самостоятельно определить ту тему, которую вы хотите, чтобы я для вас раскрыл. Одним из вариантов будет, конечно же, перспективы доллара, учитывая то, что мы все-таки, как продавцы, я надеюсь, что среди вас есть такие, добились под закрытие прошлой недели фундаментальной слабости для бакса, потому что индекс доллара отступил в район 92,50. Дальше, конечно же, все будет и спекуляции, характер их на тему ближайших сроков сворачивания программы количественного смягчения. Ну что, давайте тогда начнем сегодня с индекса американской валюты. В принципе, уровень, он остается тем же, что мы видели на закрытии прошлой неделе, в районе 92,50. Основная причина снижения американской валюты – это обвал доходности американских трежерис. Десятилетки сейчас котируются на уровне 1,24%. И по этой же причине параллельно могу смело сказать вам, друзья, что золото из-за снижения доходности трежериса сохранит восходящие потенциалы и может в ближайший день-два добить до 1800 долларов за тройскую фунцию или даже оказаться выше. Я, по крайней мере, считаю, что это самый вероятный сценарий, который имеет хорошее фундаментальное обоснование. Почему снижаются доходности американских трежерис? Это отчасти как бы риторический вопрос, но истинный, может быть, мы никогда не найдем. Но с точки зрения фундамента снижения доходности трежерис – это в том числе и отражение рыночных ожиданий того, когда будет корректироваться, меняться ключевая процентная ставка. Это как раз все о сроках будущих решений, которые предполагают ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас, по прошествии еще одной недели, на рынках все задаются все тем же старым добрым вопросом, когда программа количественного смягчения QE начнет сворачиваться. На данный момент ее объемы 120 миллиардов долларов в месяц, 80 на покупку казачейских облигаций идут и 40 на покупку ипотечных облигаций. По данным опроса Reuters, это опрос очень актуальный и важный, с учетом того, что он был проведен после выхода данных по инфляции, которые мы разбирали детально на прошлой неделе. Так вот, 28 из 43 ареспондентов полагают, что потенциальные решения могут быть приняты уже в сентябре, которые предполагают изменения денежно-кредитной политики. Но я считаю, друзья, что если какие-то изменения не произойдут, начиная с сентября, мы о них узнаем гораздо раньше, уже на следующей неделе, со среды по пятницу, когда пройдет симпозиум, банковский форум в Джексон-Холле. Мы ждем его уже, мне кажется, полгода. И вот время неумолимо движется вперед, соответственно, уже на носу. Это значимое фундаментальное событие. И я повторяю собственные ожидания, что если на нем председатель ФРС Джером Пауэлл прольет свет на сроки именно сокращения программы количественного смягчения, то я пересмотрю свое отношение к доллару. И если, конечно же, ФРС анонсирует готовность сворачивать программу количественного смягчения до конца этого года, это может быть, опять же, преллюзией к новому тренду, уже укрепительному для доллара, который в качестве следующей фундаментальной идеи я готов взять за основу. Но пока что это только лишь ожидание. Все будет ясно на следующей неделе. До этих пор я буду уверенно держать свой шорт по доллару в расчете на то, что индекс доллара окажется еще ниже. И опять же, друзья, мы сейчас говорим все-таки объективно о сохраняющихся рисках, связанных с ковидом. Не буду сегодня забивать вам голову статистикой по тому, насколько где выросло количество заболевших. Вы все умеете пользоваться интернетом. Сайт исследовательского центра Джона Хопкинса вам в помощь. Можете регионально посмотреть, как и где обстоят дела. Но в целом новостной фон не улучшился за прошедшую неделю. И вот этот риск, он может стать причиной, из-за которого ФРС предпочтет не торопиться в этом году с коррективу денежно-кредитной политики. Тем более, что ФРС легко может обосновать свою позицию, сохранить стимулирующую политику. Еще и довольно сдержанным ростом инфляции. Это, мне кажется, более уместное слово, потому что базовое значение индекса потребительских цен показало рост до 4,3%, а с 4,5%. И Мичиганский индекс, который вышел в пятницу, это индекс потребительского доверия. Очень важный индикатор создания американской экономики. 72 – это минимальное значение с 2011 года. Ждем симпозиум, настраиваемся на потенциальную смену тренда. Но, опять же, если мы так и не услышим о готовности американского регулятора действовать, я сохраню шорт и далее до конца этого года. Пока что именно ставим на закрепление бакса ниже 92 пунктов. Золото, цель 1800, как я уже отметил. Рынок нефти 69,85. Здесь я за шорт, потому что только что отметил сохраняющиеся риски. Для рынка нефти это замедление мирового экономического роста и, соответственно, потребление углеводородов, то есть снижение спроса. То есть первая причина, почему я за продажи ковид, четвертая, пятая волна, как угодно, друзья, это можно назвать, то, что омрачает ожидания дальнейшего восстановления мировой экономики. Последние доклады Международного инвестиционного агентства и ОПЕК, они полностью укладываются на вот эту картину с пандемией. То есть, как мы помним, Международное инвестиционное агентство понизило прогнозы роста спроса на нефть на 100 тысяч баррелей. Опять же, объясняет тем фактом, что уже есть прецеденты локдаунов, ограничений и, вполне возможно, такая ситуация может повториться и в других странах мира. Отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов 397, рост с 387. Доклад ОПЕК Плюс на прошлой неделе не был пересмотрен, точнее прогноз в этом докладе спроса на нефть остался на прежнем уровне. Однако, эксперты ближневосточного картеля отметили, что ожидают значительный рост нефтедобычи в странах вне ОПЕК и США среди них. И вот этот отчет Baker Hughes как раз доказывает, что действительно США могут существенно нарастить объем нефтедобычи. И еще один мощный фактор, почему я за снижение цен на нефть, это последняя статистика по Китаю. Июльская статистика, ей буквально несколько часов промышленное производство. Рост на 6,4% с 8,3%, гораздо ниже и прошлого значения, и прогноза. Ровничные продажи, также тотальный провал. И августовские цифры, они будут еще хуже, потому что сейчас по Китаю мы знаем, что новостной фон в основном связан с закрытием новых и новых провинций, тотальными ограничениями, именно закрытием аэропортов и вводом прежнего режима такого жесткого социального дистанцирования. Данные будут еще хуже, это скажется на объемах потребления. И ранее, я надеюсь, вы помните, я отмечал, что если реализуется самый негативный сценарий, и если Китай не сможет побороть в кратчайшие сроки именно очередную волну ковида, то мировой спрос на нефть снизится больше, чем на 5%. Ну, в таких условиях нефть я не могу купить. Фонт против доллара 1,3854, ставка на лонг сохраняется. Прежде всего, я верю в то, что рост британской экономики после открытия границ для туристов из США и Европы принесет свои плоды. Я верю в слабость американского доллара. Новый Зеландец против американца 0,7027. Может быть, эта сделка станет топовой в рамках этой недели, потому что в среду заседание Резервного банка Новой Зеландии, скорее всего, регулятор повысит процентную ставку. То есть, присмотритесь к этой сделке, потенциально легко можем увидеть и 0,71-0,72 до конца недели. И еще пару идей. Это американский фондовый рынок, 4451 пункт. 49 пунктов остаются до нашей долгосрочной цели. Допускаю, что сегодня-завтра мы доберемся до этого сакрального уровня. И доллар канадец 1,2533. Ставка и ожидание снижения до отметки 1,24 также актуальна. На этой неделе в среду данные по инфляции по Канаде и в пятницу роничные продажи. В обоих случаях ждем поддержки для канадца со стороны статистики, потому что хорошая статистика – это еще один шаг в сторону ужесточения канадской денежно-кредитной политики. На этом, собственно, все. Хорошей торговой недели. Всем пока.